Только что закончилась премьера вашего фильма. Глубочайшее содержание его действительно передает... Мы можем прикоснуться к страницам истории, которые произошли много десятилетий назад. Но все те чувства, те раны, которые были нанесены, они, наверное, неизгладимы, и они остаются в сердце не только каждого армянина, живущего в разных странах мира, которые после событий геноцида в Османской империи рассеялись действительно по всему миру. Боль этих событий, память этих событий осталась. Вы создали прекрасный фильм, который сегодня мы увидели. Расскажите, пожалуйста, об истории, о возникновении этой идеи, и что вам более всего было важно в этом фильме передать? Ну, важно в этом фильме передать, это в первую очередь личностей, людей, которых... Вот таких людей, конечно, не так уж много, но, слава Богу, их есть, потому что я вот лично считаю, что это от Бога посланные люди, у них вот эта миссия, чтобы помочь людей, чтобы спасти жизни людей, которые бывают в опасности. И очень хотелось вот снимать в фильме, рассказывать истории таких людей, таких великих гуманистов, в основном тем, которые свою, всю милосердие, всю свою жизнь, они просветили армян, моему народу. Спасли тысячи, тысячи, тысячи жизней. И остались до своих конца жизни, оставались с армянами. Это выше, чем, вы знаете, простой смертный, потому что это просто... Это святые люди. Вот для нас они святые. И их достаточно есть у нас в истории. И вот мы собираемся продолжать вот этот цикл и снимать еще и о других таких же фильмах. А Хэтбекбюл, эстонка Хэтбекбюл, вы знаете, есть еще очень много материалов, которые, к сожалению, мы не могли включить. Вот этот фильм, связанный с хронометражем, ограниченный. Поэтому мы должны снимать, мы должны уже создать короткие фильмы документальные. Ну, как известно, вы собираетесь телевизионную версию этого сделать? Да, телевизионную версию. И фильм будет, наверное, от 26 до 34 минуты. И очень многие еще и материалы, это, что мы отсняли и не включили. Это все эти материалы, они будут представлены в этом фильме. Есть очень еще потрясающие такие, мистические такие, такие невероятные истории, такие невероятные вот действия Хэтбекбюл, что это обязательно надо, чтобы все люди знали. Это не только... Вы знаете, вот недавно было пример Paramount Pictures в Голливуде. И был приглашен, значит, консуль из Норвегии, это самое, и Эстония. И, по-моему, эстонский представитель, консул признался в интервью, что он до сих пор не знал, до этого просмотра фильма, не знал, что у них есть такая соотечественница, которая вот такой героизм проявила. И очень многие тоже не знали. И вообще-то мы тоже, армяне, не очень многие знали об этих историях. Так что они должны, мы все должны узнать эту историю. Потому что эти люди и сейчас, теперешние вообще-то времена, тем более обязательно, чтобы мы показали, чтобы мы представили вот такое качество человечества. Вот такое качество человечества. Еще и плюс, вот эти люди, они были свидетели. Мы создали, мы этот фильм сделали только на достоверных, в общем-то, фактах. У вас огромное количество источников, материалов использовано в фильме. В титрах, в конце титрах все тут мы представили, где мы снимали, откуда мы взяли эти материалы. До сих пор, уже, знаете, два года уже фильм показывается. Кстати, фильм уже показан, вот уже Таллинн, 26-й город, в 14 странах мира уже фильм показан. И я вам скажу, до сих пор, ни с какой стороны не было никаких претензий в виде истории, научной истории. Потому что, слава Богу, у нас было столько консультантов, было 13 консультантов из 8 стран, авторов биографии наших героиньев. То есть, это исключительно на фактах. И наши героини, они же, из своих дневников, они свидетельствуют, что была резня, был геноцид. Это программировано правительство Турции. В фильме использованы подлинные материалы и материалы архивов. Да, конечно. Да, во-первых, они подлинные персонажи. И все это подлинные архивы, потому что мы снимали в королевских библиотеках на национальных и государственных архивах, миссионерских архивах. Нам материалы предоставили еще и консультанты, и музеи, где мы еще и снимали, везде мы это снимали. Все это достоверно. То есть, еще пусть узнают, пусть узнают Хедвик Бюлли еще и в Эстонии. Пусть знают, что какая-то самая великого человека этот народ дал человечеству. Еще и пусть узнают о ее свидетельствах. Пусть еще и наши друзья эстонцы. Вот как сегодня выступил святой отец, да, и после этого фильма признался, сам начал говорить, что надо уже начинать, чтобы эстонское правительство тоже думало поменять свою политику, принимать, признать исторические факты. Потому что это не только для армян, вы знаете, это чтобы предотвратить вообще-то любой этот геноцид или любое преступление к человечеству. Если посудили, извиняюсь, достойным образом, не было бы и Холокоста. Потом не было бы еще и Руанда, Камбоджа, не было бы. Вот может быть сегодня как раз особенно звучат остро и актуально вопросы мира. И ваш фильм как раз это фильм предупреждающий такие события и раскрывающий настоящие подлинные человеческие качества любви, доброты, понимания. То есть то, что связано с определенными морально-этическими очень высокими нормами. Вы знаете, вот последние десятилетия уже идет, к сожалению, мне кажется, перевес. Поэтому нам очень нужно, чтобы мы показали, чтобы мы представили вообще милосердие, гуманизм, понятие, что превыше всего. Чтобы люди следили за этими чувствами. Чтобы они так и жили, так и относились друг к другу. Понимаете? Потому что нам сейчас это очень нужно, потому что сейчас вообще в мире беспокойства есть очень много, и проблемы есть. А вот такие фильмы, как мы еще и делаем, это тоже какое-то обращение человечества, чтобы не было такое чудовищное преступление.